Друзья, всем привет! Какую крышу выбрать для своего дома? Плоскую или скатную? Почему скатные крыши так популярны? В этом ролике я расскажу о всех плюсах и минусах скатных крыш. Это видео позволит вам ответить на многие вопросы и развеять мифы об устройстве скатных крыш. Для начала давайте разберемся, что такое скатная крыша и разберем ее основные конструкции. Скатная крыша – это верхнее покрытие дома, которое имеет угол уклона не менее 12 градусов. Скатная крыша состоит как минимум из двух обязательных компонентов. Первый – это стропильная система, которая выполняется, как правило, из деревянного каркаса. И второе – это кровельное покрытие, которое выполняет декоративную и защитную функцию. Также в зависимости от типа крыши сам кровельный пирог может содержать различные слои, такие как гидроизоляционные или супердиффузионные мембраны, пароизоляционные пленки, утеплитель и прочие-прочие компоненты. Скатные крыши бывают односкатные, двухскатные, ломаные, многощипцовые, вальмовые, полувальмовые, шатровые. Самым популярным типом крыши в России является, наверное, двухскатная крыша за ее простоту и относительную дешевизну. И давайте теперь перейдем к плюсам скатных крыш. Один из главных плюсов – это возможность организации мансардного этажа. То есть мы просто утепляем нашу крышу и получаем дополнительную площадь между перекрытием и крышей. Для комфортной организации мансардного этажа, возможно, потребуется поднять чуть выше атиковые стены, фронтоны. Но это довольно небольшие затраты, за которые мы получаем дополнительную площадь, равную площади перекрытия. Второй существенный плюс – это архитектурный облик здания. Дома со скатными крышами выглядят зрительно выше, чем дома с плоскими крышами. Соответственно, они лучше выделяются на фоне других. Кроме того, некоторые типы архитектур просто не позволяют использовать плоские крыши. Поэтому тип крыши нужно выбирать исходя из того архитектурного стиля и облика здания, который вам ближе. При использовании скатной крыши и наличии утепленного перекрытия, вы можете использовать чердачное помещение для хранения всяких вещей. Хотя оно будет холодное и ценные вещи там нежелательно хранить. Либо если вы их храните, то они должны быть в какой-то вакуумной герметичной упаковке, чтобы не было отсыревания и так далее. Но, тем не менее, чердачное пространство вы можете использовать как для хранения каких-то вещей, так и для расположения какого-то технического оборудования. Например, довольно часто на чердачных помещениях располагают приточно-вытяжные установки, а также канальные вентиляторы для кухонной вытяжки. Ну и последний плюс, который я хотел бы рассказать, это возможность самостоятельной диагностики протечек кровли до того момента, как у вас пострадает внутренняя отделка. Эта возможность также появляется при использовании утепленного перекрытия и наличии холодного чердака. Вы можете самостоятельно по весне залезть на чердачное помещение и посмотреть, протекает ли ваша кровля или нет. Также можете это сделать в сильный дождь. Если она протекает, то можно поставить какую-то емкость, ведерко для сбора воды и потом спокойно осуществить ремонтные работы. При использовании других крыш всегда при протечках будет страдать внутренняя отделка. Друзья, если вам нравится подобный контент и понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе всех новых видео. Мы рассказываем о строительных технологиях, показываем, как строить дом и снимаем обзоры интерьеров. А теперь давайте перейдем к минусам скатных крыш. Первый существенный минус это стоимость. Стоимость скатной крыши больше, чем стоимость плоской крыши. На сегодняшний день для одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров стоимость скатной крыши будет на 1 миллион рублей больше, чем стоимость плоской крыши. Потому что в плоской крыше уже есть перекрытие, есть утепление. У нас остается сделать только кровельный пирог и парапеты. А скатная крыша содержит все те же самые элементы, тоже перекрытие, тоже утепление, но плюс еще сама крыша. Поэтому мы здесь добавляем стоимость работ по стропильной системе, самого декоративного кровельного покрытия. Поэтому стоимость скатной крыши существенно выше. Второй минус это сложность монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ. Обслуживание плоской крыши сводится к тому, что вы просто ее чистите и убираете листву. Это можно сделать легко и самостоятельно. Обслуживание скатной крыши требует обработку ее специальными моющими составами, керхером. Также чистку желобов водосточной системы от листвы. То есть это достаточно дорогостоящий, долгий процесс, которым мало кто занимается. Из-за этого срок службы кровельного покрытия уменьшается. Также в скатной крыше отсутствует возможность выхода на нее, в отличие от плоской крыши. В плоской крыше вы можете сделать ходовой настил, который превратит вашу крышу в эксплуатируемую. Таким образом, вы можете использовать пространство крыши для загара, устройства барбекю, наблюдения за звездами и прочих всяких вечеринок. В скатной же крыше это сделать невозможно. Одной из не очень хороших особенностей скатных крыш является то, что на них образуется корка снега, льда, которая при растаивании может сходить с крыши и падать на землю. Да, конечно, существуют системы снегозадержания, которые пытаются предотвратить этот процесс. Но все равно в некоторых случаях эти шапки снега и лед могут скатываться. Поэтому данные крыши являются не такими безопасными, как плоские крыши. Именно поэтому все многоэтажные дома сейчас строятся с плоскими крышами. На скатных крышах довольно сложно устанавливать и обслуживать дополнительные оборудования. Такое, как спутниковые тарелки, блоки кондиционеров, солнечные панели. На плоских крышах, конечно, это сделать гораздо проще. Скатные крыши подвержены высокой ветровой нагрузке, особенно в регионах с высокой скоростью ветра. Это требует достаточно серьезной проработки конструктива как самого дома, так и крыши. Для того, чтобы крыша осталась на месте при воздействии на нее большой скорости ветра. В плюсах я говорил про то, что... Второй существенный плюс – это архитектурный облик здания. Но хочу отметить, что многим заказчикам нравятся другие стили домов, современные стили. И их невозможно достичь применением скатных кровель. Там используются плоские кровли. Поэтому при данной архитектуре, при современной архитектуре, скатная крыша будет являться, конечно же, минусом. Я рассказал о четырех плюсах и множестве минусах скатных крыш. Однако, два плюса достигаются только при использовании холодного чердака. При использовании мансардной крыши эти плюсы автоматически исчезают. И здесь я хотел бы отметить очень важный минус именно мансардных крыш. В силу технических особенностей реализации мансардной крыши, мы не можем проконтролировать, в какой момент у нас произойдет протечка самого кровельного покрытия. Мы можем не обнаружить протечку кровельного покрытия несколько лет до тех пор, пока у нас не промокнет весь утеплитель. И в какой-то момент зимой у нас не выпадет конденсат или плесень на внутренних поверхностях дома. Но когда это произойдет, будет уже поздно, так как, скорее всего, в этом случае потребуется полный демонтаж или кровельного покрытия, или отделки внутренней для замены утеплителя и, возможно, для замены сгнившей стропильной системы. Это очень важный минус мансардных крыш. Если все-таки вы решили делать мансардную крышу, то необходимо как можно меньше делать выводов через крышу на улицу. И используйте только двухскатные или односкатные типы крыш. Они гораздо проще в реализации и меньше возможности сделать ошибки при ее монтаже. Итак, скатные крыши являются очень популярными в нашей стране. Но из-за ряда минусов и из-за появления современных кровельных покрытий для плоских крыш, все больше и больше людей начинают выбирать плоские крыши для своего дома. Друзья, если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, задавайте свои вопросы в комментариях, мы обязательно постараемся на все ответить. Ну и помните, сначала думаем, а потом строим, а не наоборот. Все, друзья, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok